Не каждому дано так щедро жить, на память людям города дарить. Так поэтично можно описать труд каменщика. Строить дома на века, давать людям столь для них необходимое. Этой профессией можно гордиться. Но такую романтику с первого взгляда и не увидишь. Римма Попова не понаслышке знает, что это чрезвычайно ответственная и тяжелая работа. Сам по себе труд-то тяжелый. Кирпич он же 3,6-3,8 килограмма. Могром он весит 4, тяжесть труда большая на руки. Римма Даниловна уже больше 30 лет работает каменщиком. В общем-то это не женская профессия. Образование получил во Владивостоке, там же начала карьеру. Потом переехал в Астрахань. Здесь на стройке она отработала почти 5 лет, когда прораб предложил ей помогать начинающим каменщикам. Приходили ребята на практику с мастерами. Ребята вставляли, а мастера группу уходили. И мне прораб закрепил работу с ребятами. Мне нравилось с учениками работать. Они были живые, веселые такие. Сначала это было только дополнительной работой. А позже Римма Даниловна стала педагогом и поняла, что передавать опыт новому поколению ей гораздо интереснее. Всему мастер обучает на практике. Будущим каменщикам необходимо тренироваться как можно больше. Несколько лет подряд студент-практиканты объединялись в бригаде и работали на одном объекте. Возглавляла их Римма Даниловна. Со стройки у меня вот эта осторожность, боязнь, чтобы как бы с ребятами что-то не случилось. Все-таки там башенный кран, где башенный кран, там в районе уже этой башенной стрелы, уже опасная зона. И поэтому я старалась полностью с группой идти на практику. Хотя это был первый практический опыт студентов, но справлялись они хорошо и работали на реальных объектах. Мы принимали участие вот на Софье Перовской в плане круглый дом. Начинали с фундаментов. Теперь дом-корабль на 17-й пристани, на Бориса Алексеева два дома. Каменщик производит кладку несущих стен, фундамента, арк, сводов, колонн. Участвует в установке оконных и дверных коробок. Какой тип кладки кирпича использовать, какие инструменты применить, вот что нужно узнать студентам. Кроме того, при кладке стен каменщик должен выдерживать необходимую толщину и ровность шва, проверять соответствие горизонтальности и вертикальности рядов, проектировать возведение углов и изгибов стены. Для этого нужно иметь хороший глазомер и соблюдать точность. На примере арочной кладки начинающие каменщики показали свои умения. Это довольно трудный вид работы. По чертежу мы видим конструкцию, как она будет выглядеть. Потом на рабочем месте мы наносим разметку. Потом мы начинаем выкладывать арочную перемычку. Сперва мы делаем насухо, чтобы посмотреть, как будет лучше класть кирпичи. Потом мы на кирпичи укладываем раствор и постепенно возводим арку. Мы на кирпич накладываем раствор. Чтобы раствора не было много, у нас есть шаблон. Мы излишки раствора убираем. После этого мы берем кирпич и укладываем его. Затем нужно убрать излишки раствора, проверить с помощью уровня, ровно ли лежит кирпич. Последние штрихи работы – выпивка кружала, шаблона, на котором строилась конструкция, и расшивка, чтобы придать четкий рисунок. Каменщик должен все просчитать. Вплоть до того, как поведет себя кладка в разных погодных условиях. Химия, физика, материаловедение входят в список обязательных знаний. Строительная химия, строительная физика, строительная математика – они всегда были в инженерном, как говорится, расчете любой конструкции. Конструкция – это что такое? Прочность, долговечность, устойчивость. А химия – это процессы. Как себя ведет раствор, когда наливаешь воду, как ведет себя глина, как песок, как цемент, как они вместе создают монолит. Не менее важно соблюдать осторожность на стройке. Специалистам приходится трудиться на открытом воздухе и на высоте. На стройке часто повышен уровень шума. На курсе каменщиков – одни юноши. Эта профессия требует силы и выносливости. Девушки в их рядах учатся на архитекторов и осваивают элементы работы каменщика. Такая практика действует уже давно. Будущие архитекторы узнают изнутри дело, с которым будет связана их жизнь. Это, безусловно, колоссальный опыт для нашей профессии. Это дополнительные знания, которые мы получаем. Ведь выполнить чертеж – это только малая часть, которую мы можем сделать. Мы должны полностью узнать особенности и нюансы, которые используются при проектировании и строительстве. Хотя у девушек строительного опыта намного меньше, они выполнили задачу. Работать было легче, так как им помогал мастер и будущие каменщики. Это чисто физически для девушки тяжело, но если вдуматься, если понять и разобраться во всех этих чертежах и во всем, что нам предоставляют, то это довольно-таки неплохо получается. Специальность каменщика получает после 9 класса. Всего обучения длится 2,5 года. Дополнительно студентов обучает еще одна строительная профессия. Кто-то из ребят пошел учиться на каменщика для себя, кто-то сделал выбор будущей профессии. Это, во-первых, и востребованная профессия, и чисто для себя я пошел. То, что если мне что-то понадобится, я могу это сам сделать, не платить, а, допустим, я сам лучше сделаю. И как я буду знать, то это качество, которое я сделал, намного лучше, чем то, что будут у проразовы в каких-нибудь. По словам директора училища, профессия каменщика пользуется спросом. Очень востребована специальность. Ребята, конечно, идут с удовольствием работать, потому что профессия хоть и сложная, но живая, и они работают с энтузиазмом. Профессия насчитывает уже несколько веков. За это время изменилось все – архитектурная мода, инструменты, материалы, специфика. Но по-прежнему безумевых рук этих специалистов нельзя обойтись. Благодарим за помощь в организации и проведении съемок Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области, высшего профессионального образования, Астраханский инженерно-строительный институт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова